Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас есть медицинские маски? Нет-то, да. Уже шестая аптека. И снова пусто. Масок нет. Фармацевты говорят, закончились. Когда завезут, не знают. А по сколько у вас продают маски? Скажите, пожалуйста. Они у нас были по 5 рублей маска. По 5 рублей? По 3, по 5, да. Уже несколько недель медицинские маски в Барнауле на вес золота. Испуганные коронавирусом жители, видимо, скупили впрок, чтобы встретить заразу во всеоружии. А все, кто уже сейчас болен ОРВИ, остался неудел и вынужденно заражает родных и коллег. Но так ли она эффективна? В интернете существует мнение, что медицинская маска не способна защищать. Наоборот, она помогает уже зараженному не распространять инфекцию. Барнульские медики с этим не согласны. Говорят, маска может уберечь от инфекции, но если ее правильно носить. Все закрывать, чтобы без всяких щелочек, чтобы закрывать и нос, и рот. И чтобы она плотно прилегала к лицу. Через каждые два часа ее необходимо менять. Себе я маску смог купить, только цена на эту выше обычной, 5-рублевой. Эту я урвал за 25 рублей. Спрос рождает предложение. В крайнем случае Карпова советует самостоятельно сделать марлевую или тканевую маску в 4 слоя. Если каждые два часа ее отправлять в стирку, а потом проглаживать паром, будет многоразовая маска. Сейчас стоит быть особенно бдительным. На выходных в Кузбассе выявили двух зараженных коронавирусом. В понедельник кемеровские школы закрыты на карантин. Малышей не берут в детсад. Всех, у кого появились симптомы болезни, отпускают с работы в больницу. По продуктам. Ну, по крайней мере, сегодня в магазин ходили. Вот, ажиотаж действительно начался. То есть, скупают в полок консервы, крупы, там вот это вот все, гречку. То ли панику действительно вот. Что выгребается все в супермаркетах, что обильно и массово скупаются продукты долгого, долгого срока годности. И маловероятно, и, наверное, больше это утка, чем правда. Потому что, но сознательность пока ведет вверх. В Новокузнецке ситуация спокойнее. Тем не менее, в области объявлена повышенная готовность к коронавирусу. Кстати, за границей из-за этой эпидемии вовсе не паникуют. Так в Таиланде туристической мекке россиян в масках ходят только в основном местные жители. И то из-за большого числа туристов. Кстати, маски там наравне с продуктами продают в обычных магазинах. Предметы гигиены ближе к потребителям. Напомним, сейчас в общее число инфицированных в мире 153 тысячи человек. Что касается Алтайского края, то всех приезжающих в регион проверяют в аэро, авто и ЖД вокзалах. Но в любом случае медики советуют и самим контролировать свое здоровье. Мыть руки, полоскать горло, промывать нос, избегать сквозняка, пить горячий чай, почаще делать влажную уборку. И, конечно, не поддаваться панике. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Агафьи Лыковой Под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео.